Искуситель Согласно святым отцам, сатана искушает Христа сначала чревоугодием, надеясь, что взолкавший Господь, подобно Адаму, не выдержит соблазна. При этом, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, дьявол не прибавляет к своему предложению «если алчишь», но говорит «если ты сын Божий». Так лукавый поступает по двум причинам. С одной стороны, он сомневается, что тот, кто испытывает голод, в действительности есть воплощенный Бог Слова, с другой – хочет искусить его тщеславием. По слову преподобного Ефрема Сирина, Иисус не сотворяет требуемого знамения, потому что обыкновенно последние совершались для пользы созерцающих, а не для дьявола. Ответ же на слова лукавого блаженный Иероним Стридонский объясняет в связи с намерением Христа одержать победу над дьяволом не могуществом своим, но своим смирением. После того, как Иисус принимает крещение от Иоанна предтечи в реке Иордан, он удаляется в пустыню, где проводит 40 дней в посте, то есть в полном воздержании от пищи. На исходе этого срока ко Христу приступает сатана, который пытается искусить его. Первым из таких искушений становится испытание голодом. Очевидно, здесь историко-культурная параллель с искушением первого человека. Искуситель прельстил первого человека посредством чревоугодия. Ева, рассматривая запретное древо, сказала, что оно «хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно». Книга Бытия, глава 3, стих 1. Христос после 40 дней усиленного поста находился в несколько ином состоянии, нежели прародители в раю, которые не испытывали непрестанного чувства голода. Однако сатана пытается спровоцировать Иисуса, лишив его великой чести бога сыновства, и делает это сначала через соблазнение невоздержанием. Понимая, что из рук Искусителя Спаситель не принял бы никакой пищи, дьявол предлагает совершить Иисусу чудо, притворив камни в хлеб. В повествовании о первом искушении Христа, кроме явного сопоставления с историей грехопадения Адама в раю, присутствует еще одна важная с богословско-исторической точки зрения параллель. В книгах Ветхого Завета, которые рассказывают нам о событиях исхода избранного народа из Египта, говорится также о том, что народ, оказавшись в пустыне, неоднократно страдал от голода. Страдания эти были настолько болезненны, что евреи начинали сожалеть о том, что вышли из дома рабства. Исход, глава 16, стихи 2-3. Исход, глава 16, стих 4. Христос отвергает искушение сатаны словами из Ветхого Завета. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Второзаконие, глава 8, стих 3. В самом начале 8 главы книги Второзакония, в которой мы находим эту цитату, речь идет о долгом и трудном пути Израиля в пустыне, во время которого Господь Бог испытывал верность избранного народа и его готовность соблюдать заповеди. Второзаконие, глава 8, стих 2. Первое искушение, с которым справляется Господь Иисус Христос в пустыне, становится, с одной стороны, исправлением ошибки Адама и Евы, в которых чревоугодие победило верность заповедям. С другой стороны, доказывает, что именно Слово Божие является единственным источником победы над кознями дьявольскими. Апостол Павел в послании к евреям, размышляя о Христе, говорит «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание к евреям, глава 2, стих 18. Господь не только показывает нам путь преодоления разнообразных ухищрений врага, Он Сам является великой надеждой и помощью тем Словом Господнем, которым будет жить каждый человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова